Михаил Макеенко Михаил Макеенко. Как бабы Яги сказку спасали. Глава восьмая. Макей идет за клубком. Клубок уверенно катился по сказочному лесу. Макей шел за ним, пытаясь осмыслить случившееся. Произошло нечто странное. Он оказался в самой настоящей сказке. Маша каким-то образом попала к Ахшею. Ее надо было срочно выручать. Клубок выкатился на большую поляну, и Макей увидел хутор. Для начала надо раздобыть чего-нибудь поесть, подумал он и постучал в ветхую калитку. Калитка тут же рухнула, и Макей увидел на огороде деда, который упорно тянул за огромную ботву. Видимо, какой-то гигантский овощ. Пытаясь приладить калитку на место, Макей сказал. Бог в помощь, дедушка. Прось ты ее. Не в попад ответил старик. Помоги мне лучше репку вытянуть. Чего? Не понял Макей. Да вот посадил по весне репку. А она, видишь ли, выросла большая-пребольшая. Некогда мне, дед. Да и не мое это дело. Ты бабку позови, а на внучку. Внучка, жучку, кошку. Ишь ты, грамотный какой, перебил его дед. Не те времена, солдатик. Бабка совсем обленилась, даже готовить перестала. Внучка в город сбежала. В институт театральный поступает. Актриса безголосая. Жучка в поле зайцев гоняет. Кошка котят родила, у нее свои заботы. А мышку я сам выгнал. Она золотое яичко курочки рябы разбила. Солдатик, ну ты помоги пожилому человеку. Ладно, Макей пошел к старику. А ну посторонись. Он ухватился за ботву и мощным рывком вытащил репку. Сама репка, в отличие от ботвы, была размером с мелкую сливу. Ну и репка. Дед снял шапку и почесал лысину. Эх, рушится жизнь сказочная. Не печалься, старик. Я тебе сейчас из этой репки целый котел каши наварю. Пообещал Макей. Положил в карман волшебный клубок и пошел в дом. Старичок засеменил следом, вздыхая и ругаясь. На печи сидела бабка и сердито смотрела на Маке. Здравствуйте, сказал Макей и поставил в угол автомат. Кормить не буду, ночевать не пущу, поздоровалась бабка. Тут она увидела в руках у старика огромную ботву, на конце которой болталась крошечная сморщенная репка. Что это за штуковина? А это репка. Большая, прибольшая. Съязвил старик. Говорил тебе, навозом удобрять надо, а ты гербициды, пестициды, вот тебе и урожай. Тьфу, что теперь есть будем. Не печальтесь, вмешался Макей. Я сейчас из этой репки котел каши сварю. Бабка, котел есть? Есть. На лавке стоит. Макей налил в котел воды и поставил на огонь. Когда вода закипела, он своим штык-ножом отрубил ботву, вымыл репку и бросил ее в котел. Сейчас она разбухать будет, сказал Макей. Бабка спрыгнула с печи и склонилась над котлом. К ней подошел дед, и они стали смотреть на одиноко плавающую в котле репку. Что-то не разбухает, недоверчиво сказала бабка. Скоро разбухнет, ответил Макей. Надо бы крупы немножко. Бабка достала с полки жестяную банку. Гречневая подойдет? Подойдет. Солдат насыпал в котел крупы. Соль есть? Есть. Бабка протянула Макея солонку. Ну вот, сейчас быстро разбухнет. Дед заглянул в котел. Крупа разбухает, а репка не разбухает. Разбухнет. Бабка, масло давай. Макей бросил в котел большой кусок масла и попробовал кашу. Скоро будет готово. А без этого вкуснее будет, сказал он и, вытащив из котла репку, бросил ее в открытое окно. Когда каша сварилась, все сели за стол и с аппетитом принялись за еду. Котел быстро опустел. Вкусно, сказала бабка. Тут в прошлом годе заходил один солдатик, так он из топора варил, а у тебя вкуснее получилось. Его каша железом отдавала. Железо, оно для организма полезное, философский заметил старик и пошел мыть посуду. Бабка опять полезла на печь. А далеко от вас кощеев замок? Макей взял автомат и собрался идти. Олеший его знает, сказал старик, гремя тарелками. Это не из нашей сказки, проговорила старуха каким-то очень знакомым макею голосом. А ты, обратилась она к старику, да моешь посуду и ступай к синему морю. Поклонись золотой рыбке и попроси у нее... Что бы такого попросить? Корыто, подсказал старик. Наш-то совсем раскололось. Стираю в тазике каком-то. Не, попроси у нее машину стирательную, самополоскательную, самовыжимательную, пропела бабка. А я отдохну немного и пойду. По коробу поскребу, по сусекам помету и на скребу муки на колобок. А то ужинать нечего будет. Что-то вы, ребята, совсем запутались в своих сказках, сказал Макей. Ну, до свидания. Может, еще свидимся. Он бросил на пол клубок и выбежал за ним из избы. Может, и свидимся, а может, и не свидимся, загадочно произнесла бабулька. Теперь все только от тебя зависит. Она слезла с печи, пошла в чулан и принесла оттуда компьютер. Поставила его на стол, подключила монитор и начала быстро печатать. Закончив работу, она на принтере распечатала текст. А дальше что? Спросил дед, заглянув в рукопись. Я тебе не бабка-угадка. Что там дальше будет, я и сама не знаю. Вот передохну и продолжу.